Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Чем помочь унывающему и отчаявшемуся человеку? От чего люди унывают? От чего отчаиваются? От чувства одиночества, от недостатка любви им явленного. Поэтому, конечно, обычно какое-то потрясающее впечатление на людей, готовы к чему-то самому худшему, только собственная искренняя милость, внимание, забота, свободную вернуть ему мужество, какое-то благодушие, пережить этот тягостный период жизни в большем терпении, не отчаиваться. Человек, впавший в эти серьезные какие-то критические состояния, уныние, отчаяние, конечно же, забывает о милости Божьей. В глазок его мировоззрения, миросозерцания не виден мир Божий, видна только печальная, безотрадная площадочка своих собственных невзгод, которые его тяготят, и не переступает он в созерцании путей промысла Божьего. И из-за этого впадает во всякое тяжкое душевное состояние. Поэтому засвидетельствовать ему, что Бог благ, что Он милостив, что Он есть, может только тот, кто сам в этом убежден и сам исполнен милости к тем, кто находится рядом. И вы тогда найдете и теплые слова, чтобы ободрить, и теплоту сердечную, чтобы ею поделиться, и взгляд, и шутку, и иногда и напротив грозное какое-нибудь слово, которое, может быть, отрезвит человека, запутавшегося в своих слезах и соплях, и чувство безотрадности всего, что с ним происходит. Видите ли, это всегда обман, отчаяние, уныние, это всегда то следствие наваждения вражеского на душу, которое, несколько запутавшись среди земных неустройств, признает победу над собою и в мире зла, зла беспробудного, зла беспроглядного. Надо становиться лучиком для такого человека, если он способен еще кого-то слышать, если он все-таки способен хотя бы для вас приоткрыть вот это погруженное во мрак сердце свое, и тогда ваша даже улыбка, даже короткое и кроткое слово может оказать замечательное действие. Тут даже, знаете ли, в мировой киноклассике есть такие моменты, которые против самого отчаянного уныния современной жизни предлагают лекарства. В фильме Федерико Феллини «Ночи Кабирии» финальная улыбка Жульетта Мазины, великой актрисы и супруги самого великого режиссера. Так что кинокритики пишут, что она одарила мир своей милощью и улыбкой. Жизнь у нее закончилась совершенно полным и разгромным отчаянием. Все, какие пробудились в ней росточке, упование на какое-то жизненное благополучие, по преимуществу душевное, но и земное маленькое счастье. Все рухнуло уже окончательно и бесповоротно. И здесь нашлось доброе слово случайно проходящих мимо людей и место для ее собственного всепрощения, для ее собственной светлой, чистой детской улыбки с надеждой, что еще все по Божьей милости устроится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...